Продолжение следует... 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 То есть нести благую весть, добрую весть, хорошую новость другим людям, рассказывать ее, да? Это благовестие. По-другому можно сказать, что такое. Пошли благовестники, да? Куда они пошли? На пробоведь. На пробоведь. То есть рассказать о кресте. И благовестие, прежде всего, кому несут? Людям. Грешникам. Грешникам, неверующим. Рассказать, что есть Христос. Христос умер за вас, да? И что ваши грехи могут быть прощены, если вы обратитесь к Господу, да? Об этом. Что люди, как некоторые, очень многие говорят, да я такой грешный, да куда мне уже? Не надо мне это ничего, не надо. Не читать не буду ничего, я такой грешник. Даже не понимаю то, что спасительная жертва Христа, что Христос уже умер. Из-за них в том числе. И им нужно что сделать? Покаяться. Покаяться. Прийти к Господу, попросить о том, чтобы грехи были очищены. А что он так... Ранами его мы исцелились. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Люди говорят, да я уже столько не... От всякого греха. От всякого. И вот эту новость до людей донести. Не о том, что там, как яйца красить на Пасху, как там вот пост даже соблюдать. Это все не на первом, далеко не на первом месте. Не об этом надо рассказывать, которые люди... Некоторые неверующие живут во грехах. С ними начинаешь говорить, а они тебе говорят, вот завтра праздник, Благовещение. Что нельзя делать? То есть, вот что нельзя делать, что нельзя делать. Вот в какие-то мелочи, в такие чисто традиционные, там кулинарные уходят. А прежде всего человеку, особенно неверующему, что нужно объяснить? Вот это нужно объяснить. И золотой стих ему рассказать. Который мы постоянно повторяем, да? Вот это самое главное благовестие. Не про яйца, не про куличи, не про количество постов. Это уже на втором, на третьем, на двадцать пятом месте. Нужно рассказать, чтобы человек прежде всего стал христианином. Обратился, то есть как к Христу. Христианин – это слово Христос. Христос. Не прихожанином, не прохожанином церкви. Не ходить в церковь побольше там или еще что-то. Даже не крещение. Прежде всего он должен обратиться как к Христу. А потом уже принять крещение. Не наоборот. Часто люди, даже вот у нас на работе, уже покрестились. Уже сходили, причастились. И все как положено сделали. Мы, говорит, с мамой сходили, уже взрослые обе. Мама взрослая, дочь взрослая. Мы сходили, покрестились. Жизнь свою не изменили ни на вот столечко. Ничего даже не читали, не слушали, не изменяли. То есть как жили, будучи неверующим. Говорят, был сухой грешник, пошел, покрестился, стал мокрый грешник. И вот там опять спрашивают, ну что делать на Пасху, а что делать на Рождество. Ну вроде они теперь все. Члены церкви, раз они покрестили, значит они члены церкви. Этим людям не было благовестия. Они не уверовали во Христа. Они жизнь свою никак не изменили. Они за Христом не пошли. И возьми, говорит, крест свой и следуй за мной. Христос говорит. Ничего не поменялось. То есть и при этом они уже каким-то образом крещеные. А крещеный это вход в церковь, стал членом церкви. То есть все перепутано, понимаете? Поэтому, когда вот нас спрашивают, почему мы не ходим в остальные церкви. Почему? Потому что там неправильно все происходит. Там нет благовестия, там нет подготовки к крещению. И крестят всех, верующих, неверующих. Ну веруешь, ну да. Ну любого человека спросили, они во что-то веруют. Уж редко-редко если скажут, я вообще ни во что-то верю. Ну таких я не знаю, даже не видела таких. Все во что-то верят. Ну во что-то как-то, как-нибудь, чего-нибудь. Потому что нет благовестия. Самое главное было убрано. Мы прочитаем, что же такое благовестие. И почему мы говорим вот об этом благовестии. Много об этом говорит дядя Игнатий. И книги пишет, и везде в споры вступает. И вопросы об этом говорят и здесь, и с священниками, и везде. И какие были непонимания с церковью. И почему его даже в годы, когда у нас даже своего храма не было. Чтобы вот он там и не ходил, и священники на него ополчались. И все закончилось тем, что даже вот суды все были начаты с подачи именно одного из священников. По-моему даже епископа. Которому он уже вот надоел вот так вот. С тем, что он указывал непорядок, который в церкви творится. Это непорядок. И помните, когда Игнатий, я вам рассказывала, что вот был суд. Потом его освободили. И потом по освобождению вот этот дом-то он 11 лет судился. То есть вот он когда в тюрьму попал, все началось с того, что... В Томске, по-моему, или какой там Гидеон, или кто-то там, с него все началось. Что вот он не нравился. То, что он и распространял литературу, и он один старался за это благовестие. Он находил себе таких же единомышленников. А это не нравилось священников. Они почему-то считают и прихожане, что благовестие должен и рассказывать священник. А священнику некогда, потому что он что? Ему надо сегодня там отпевать, завтра ему там нужно бежать крестить на дому младенца, потом квартиру освещать, службы творить. У священника вот сколько дел. Ему некогда идти на благовестие, на проповедь. Самое большое, что священнику он действительно занят. Действительно, особенно если когда он один, бывает на целый район. На целый район. Ну, представляете, ему, естественно, этим некогда заниматься. А разрешить другим они не разрешают. Хотя сейчас уже начали разрешать и целые там миссионерские отделы открывать. Ну, как правило, им не нравится, что кто-то другой проповедует. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Матфея, 28 глава. Христос говорит это. Кому он это говорит? Он говорит своим ученикам. Идите, научите все народы. И расскажите им все, что я вам повелел, чему он их учил. Ведь в Евангелии всего не написано. Написано, вот он туда пошел, вот он здесь встретился, там сказал вот такое слово. Вот на горное проповедь записано. И все. А он учил их каждый день. Он с ними был три года. Он их набрал и до того, как распяли его три года. Три года что-то говорил. И после того, как воскрес, еще 40 дней с ними ходил до Вознесения. Еще говорил и говорил и говорил. Представляете, они всему были научены. После воскреса. Воскрес, а потом он же с ними был до Вознесения. Кому сказал эти слова Христос? Только апостолам. Только апостолы должны были идти учить. Или через них он говорил всем. Епископам, священникам, диаконам. И всем, всем, кто веровал во Христос. Как вы считаете? Или это только вот епископам. Вы расскажи о этим апостолам. И все. Это всем последователям. То есть первые ученики, первые последователи Христа были первые, ну так скажем, христиане. То есть те, которые приняли учение Христа, это христиане. Первые были его ученики. Если бы ученики молчали. Молчали. Много же разных там появляется учителей. Какие-то там разные учения о здоровье начинают. Или еще что-то. У них появляется. И если вот умирает человек, и его ученики его дело не продолжают. Насколько продержится это учение? Дошло бы ли оно сейчас до нас, если бы вот апостолы тогда замолчали? Рассказали бы, может, только в своих там семьях. Пошли и все. Они пошли проповедовать по разным сторонам. Они, наверное, там совет такой собрали. Так, чтобы нам вдвоем туда не идти, вот ты в ту сторону, ты в ту, туда, туда, вот карту, может быть, даже взяли и посмотрели. Вот в какую сторону, кто поедет, кто пойдет, кто на корабле поплывет, понятно? И дети проповедуют. И в разные другие страны шли, чаще всего пешком. И шли и говорили. А у них тут дом, семья. А вот сказать бы вашим папам, например, да, папам? Маму, мама пусть на хозяйстве, светофаку. Все папы собрались, идите, ты едешь в Кемеровскую область, ты едешь на Дальний Восток. Идите проповедовать. Вот город незнакомый, ни жилья, ничего нет. Начинай проповедовать. Кто-то тебя примет дома, как апостолы. Кто-то примет, кто останется где-то ночевать и рассказывать. Благовествовать. И вот так они пошли, апостолы. И прошло сколько уже, две тысячи лет, церковь жива, христиане есть, правильно? Вот если бы они молчали, этого ничего не было. Или бы замолчали где-нибудь в первом веке, все бы начали молчать. Или во втором. Вот так бы ничего не дошло до нас через две тысячи лет. Учите все народы. К кому же относятся слова, вот эти, что нужно внести слово евангельское? К кому? К священству или ко всем христианам? Или Библия повелевает всем быть благовестниками, любя находящихся во тьме неведения, чтобы и им был явлен свет Евангелия? То есть всем, всем христианам, чтобы им всем явить свет Евангелия. Когда у нас братья идут на улицу вот там, на Новый год много людей куда идут, на горку там, еще куда-то. И они прям встают на улицу, вот там, видели, на крыльце лежат большие, в упаковках полиэтиленик, что там лежит? Евангелие. Вот, свет Евангелия, евангельское слово. То есть даже не вся Библия, только Евангелие, крупным шрифтом. И людям, которые желают, не то, что всем вот как вот рекламу рассовывают в магазинах, тебе надо, не надо, тебе прям ее толкают. А всем, кто пожелает, дарят бесплатно. Представляете, еще там 20 лет назад, что такое Евангелие, вообще чудо было бы. Сейчас бесплатно, посмотрите, лежат, любой из вас может взять, подойти, сказать только сначала, можно я возьму там, сколько надо, упаковку, две. Я вот в школе, вот учителя хотят почитать или еще, и можете сами раздавать. Уже вы можете быть благовестниками, вполне. Не навязывать им, а не может быть ее куда-нибудь потом забрось, а именно, кто хочет, кто будет читать, желать, пожалуйста, бесплатно дарите. На праздник, на день рождения, на Рождество, на Пасху можете всем пакетики положить и подарить. Только чтобы с благоговением относились, это же Слово Божие, нигде-то, чтобы там не выкинули, не выбросили, таким не надо дарить. То кто же запрещает проповедовать царственному, так, кто же те, кто запрещает проповедовать царственному священству мирян, простецов? То есть мы кто? Мы миряне. Как вот все члены церкви делятся? Есть священнослужители. Это кто? Кто такие священнослужители? Батюшка. Священник. Так, Ксюша, кто еще священнослужители относится? Диакон. Диакон. Ну, Ксюша, ответь. Батюшка. Уже батюшку сказали. Это священник. Диакон, священник. И самая высшая иерархия какая? Иерархонах. Патриарх. Патриарх. Епископ. Епископ, все. Всего три мира существует. Диакон. Вот сегодня 40 лет ровно. День в день. Как батюшку рукоположили в дьяконы. Он дьякон. Батюшка у нас какого года? 40. Иначе, значит, 39-го. Он на 5 лет младше. Вот, считай. 39-го. 44-го. Он в войну родился. Дети войны, значит. 44-го года. То есть, сейчас батюшке у нас сколько лет? 66 плюс 17. 70. 70 уже. То есть, ну, логает плюс 17. А, 66-го. Нет, не 66. 36-го. 56. Ну-ка, посчитай. Если в 44-м году батюшка родит, сколько ему лет? А сейчас сколько лет? 56 плюс 17. 56 плюс 17. 73-го. Так. 73-го. Вот в этом году будет 74-го, да? 73-го. Минус 40 лет, если вы его рукоположили. В 33-е получается, да, его рукоположили? 73-го. Ему сейчас 73-го, а 40 лет прошло. Значит, в 33-е. Вот видите, сейчас, вот, особенно в 90-е годы, прям совсем молодых рукополагали в дьяконы. А в дьяконы можно рукополагать только с 25-ти лет. А священника с 30-ти лет. Вот батюшка наш, верно, он в 33-е только был рукоположен. То есть священником не молодой ее нет, парень, там, вот, как вот у нас сейчас мальчишки подросли. Ну, что он жизни сам не знает? Ну, какой он священник? Это же такая ответственность. Это просто невероятная ответственность. Бог в сто раз больше спросит на суде Божьем со священника. Представляете, как это ответственно жить? Как можно пацана, который там еще сам в жизни не знает, еще может многие там... Ой, я буду монахом. Через год передумал, жениться собрался нельзя. Никто не размонашит тебя обратно. Поэтому нужно, чтобы осознанно в диаконах 25 священника не раньше 30-ти. Позже можно, раньше нельзя. Поэтому, батюшка, у нас все верно. 33 года был рукоположен. Три вида священца. Диакон, священник или иерей. Ты говоришь, иеромонах. Это иеромонах, значит, монах, который еще и священник одновременно. И третий – это епископ. Все остальные – митрополиты, патриархи – это епископы. Просто разновидности уже, названия меняются. Но это епископ. Все, выше епископа уже ничего нет. А там виды уже патриархи, митрополиты и разные там еще. Поэтому дальше кто идут? Есть еще церковные служители. Это кто в церкви? Там свечи зажигает, там чтецы. Еще там вот такие вот панамарь, там регенты. Но они в церкви служат. Помощники такие, да? На колокольне есть там служители. А остальные, кто приходят, это кто? Миряне. Не путайте название мирской и мирянин. Мирской – это мирской человек, который живет по стихии мира. Не верующий. А миряне – это прихожане церкви, которой нет никакого чина. Вот мы с вами. Мы не священники, мы не церковнослужители. Мы простые прихожане. Простые прихожане. Да. Уже петь начали. Вот мы с вами продолжим эту тему о благовестии. На следующем занятии уже поют. Все, пойдемте. Все, все, все. Все, последний, следующий. Благослови, души моя Господа, благослови всех Господи. Благослови, души моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой Его. Благослови, души моя Господа, и не забывай всех воздаяния Его. Благослови, души моя Господа, и не забывай всех беззакония Твоя. Благослови, души моя Господа, и не забывай всех беззакония Твоя. Благослови, души моя Господа, и не забывай всех беззакония Твоя. Благослови, души моя Господа, и не забывай всех беззакония Твоя. Благослови, души моя Господа, и не забывай всех беззакония Твоя. Благослови, души моя Господа, и не забывай всех беззакония Твоя. Благослови, души моя Господа, и не забывай всех беззакония Твоя. Песня. 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 Слава Отца и Сына, и Святого Духа, и Христа, и Христа, и Христа, и Христа, и Христа. Слава Отца и Сына, и Христа, 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 и Хри Субтитры создавал DimaTorzok